Амер не смог пойти на ужин, на который собирался пойти с Зихрой из-за уловки Алява. Даже не получив объяснений по поводу ситуации, Зихра звонит Аляву Амеру и сообщает ему, что Амер остается с ней. Зихра ранена. Прежде чем Амер успеет извиниться перед ним, Зихра идет в район, в дом своей семьи. Когда Амер понимает, что Зихра ушла в район, он идет туда, чтобы забрать ее. Зихра не возвращается с ним. Как только он просыпается на следующее утро, Амер звонит Зихре. Зихра больше не сдается и вешает трубку, не давая ему возможности извиниться. Когда она возвращается в особняк, Цеврия предупреждает Зихру. Хотя Зихра избегает ситуации, говоря, что между ней и Амером нет проблем, она очень обижена на Амера. Амер снова приглашает ее на ужин, но Зихра не принимает. Амер играет в игру, чтобы поесть наедине с Зихрой и извиниться. Он отправит семью под предлогом и останется наедине с Зихрой. Примет ли Зихра извинения Амера на этот раз? Зихра слышит из слов Амера, что он сел в самолет не ради Алява, а ради себя. Зихра очень удивлена и взволнована тем, что слышит. Поскольку Амер поссорился с Зихрой перед отъездом, он расстроился и отказался от поездки. Амер предложит Зихре поужинать, но он не знает, как это сделать. Несмотря на то, что Амер несколько раз пытается предложить Зихре еду, ему это не удается. Наконец, он делает свое предложение, этот ужин станет особенным для пары. Пока Зихра готовится пойти на ужин, с помощью Айше она превращается в Золушку. С другой стороны, развитие событий вокруг инцидента с самолетом продолжается. Хотя Амер и Мерт уверены, что это сделал Хильми, они не могут действовать без убедительных доказательств. Хильми пытается переправить начальника службы безопасности за границу. Даже находясь в центре этих событий, Аляв все еще пытается разорвать отношения между Амером и Зихрой. Когда он узнает, что они собираются поужинать, он делает все возможное, чтобы прервать ужин. Несмотря на то, что Амер делает все возможное, чтобы попасть на ужин, все идет не так, как планировалось. Смогут ли Амер и Зихра пойти на этот особенный ужин? Сможет ли Амер пойти на ужин с Зихрой, несмотря на усилия Алява? Когда Зихра понимает, что Амер играет в игру с болезнью, она начинает мстить. Амер думает, что Зихра не знает правды. Зихра не понимает, почему Амер притворяется больным. Самое главное, если он не болел, почему он не сел в самолет? Пока Зихра живет с этим вопросом в голове, она сохраняет собственный компакт-диск Алява и заменяет его другим компакт-диском. Когда расшифровка компакт-диска будет раскрыта, появятся документы, которые удостоверят, что начальник службы безопасности – человек Хильми. Аляв хочет оказать давление на Хильми, который становится для него опасным, и поэтому передал информацию начальнику службы безопасности. С другой стороны, Аляв пытается убить двух зайцев одним выстрелом, создавая у Зихры впечатление, что Амер не сел в самолет ради нее. Амер сделает жест, чтобы поблагодарить Зихру за такой интерес к нему. Амер решает пригласить Зихру пообедать. Однако Зихра думает, что Амер не пошел за Алявом. Узнает ли Зихра правду? В конверте, отправленном Хильми, содержится информация о том, что сделал Алиф. Алиф узнает, что посылка находится в комнате Амера, и в панике немедленно идет к Амеру. Попадется ли он в ловушку Алява Хильми? Алиф получил угрозу Хильми. Он попытается спастись, поговорив с Хилми. Алифу нужно поговорить с Хильми и прийти к соглашению. Однако он не может смириться с попыткой Хильми убить Амера. Хилми, с другой стороны, строит другой план из-за реакции Мерта и его страха потерять его. Тем временем Зихра узнает, что Салема похитили и заботится о его семье. Однако Амер недоволен тем, что от него отвлекают внимание. Зихра думала, что Амер болен и забота о нем стала ожиданием. Амер начнет притворяться больным, чтобы привлечь внимание Зихры. Однако Зихре не понадобится много времени, чтобы понять, что это уловка. После авиакатастрофы Амер начинает расследовать, почему самолет разбился. Из репортажа, пришедшего после крушения самолета, он узнал, что это не был несчастный случай и что самолет был сбит в результате преднамеренной закладки бомбы. Амер, который догадывается, что причиной этого является Хильми, должен найти доказательства. Пока все это происходит, Зихра заботится об Амере, потому что знает, что Амер не сел в самолет, потому что был болен. Если у Амера серьезное заболевание, он хочет отвезти его в больницу и обследовать. Однако Амер не болен и не хочет идти в больницу. Зихра сделает все возможное для здоровья Амера. Считая себя и Хильми ответственными за случившееся, Алиф пытается прекратить сотрудничество с Хильми, но это будет не так просто. Хильми отправляет Амеру специальную посылку с угрозами Оливу. Когда Амер откроет этот конверт, он узнает все об Оливе. Так сможет ли Амер узнать правду? После скандального расставания Амера и Зихры телефонный звонок, который получает Зихра, переворачивает ее с ног на голову. Зихра приходит в ужас от телефонного звонка от Мерта. Мерт звонит Зихре и сообщает ей, что самолет, на котором находился Амер, разбился. Зихра, узнавшая, что самолет Амера разбился, думает, что Амер мертв. В то время как Зихра испытывает огромное сожаление и боль, не зная, что делать, думая о споре, который у нее был с Амером, Мерт не знает, как объяснить эту проблему людям дома. Неспровоцированная катастрофа самолета оставит в памяти большой вопросительный знак. Приведет ли деловая поездка Амера к тому, что он потеряет его навсегда? Так выживет ли Амер в этой аварии? В то время как Амер и Мерт потрясены пережитым ими кризисом безопасности, Хельми строит гораздо более масштабные и жестокие планы. Амер не ожидает, что его враг предпримет такие серьезные шаги. Пока Амер думает, как устранить приближающуюся к ним опасность, Зихра боится, что ее потерянное обручальное кольцо попадет в руки Салема. Настолько, что этот страх не оставляет Зихру одну ни на мгновение. Амер видит переезд Хельми и хочет принять более строгие меры предосторожности для себя и всей семьи. Сейчас началась очень жестокая война. Эта война будет настолько масштабной, что Хельми готовится к своему шагу, который станет большой катастрофой для всех. Зихруй и Особняк ждут очень печальные новости. Хотя сеансы Мерта вызывают приятное волнение между Амером и Зихрой, они также узнают друг друга. Вопросы, с которыми они никогда не сталкивались, позволяют им проникнуть в самые глубокие уголки жизни друг друга. Хотя все началось как игра, теперь они отправляются в необратимое путешествие. По мере того, как прошлое начинает рассказываться, также задаются вопросы, которые всегда хотелось задать. По мере того, как Амер и Зихра подходят все ближе и ближе, темные тучи, выпущенные Хельми, начинают нависать над Особняком. Настолько, что Хельми больше не угрожает издалека. Для Амера наступают очень трудные и опасные времена. Опасность теперь очень близка. Метод Мерта по решению проблем между Зихрой и Амером заставляет дуэт противостоять самим себе. Несмотря на то, что Зихра все еще злится на Амера, ей приходится очень тяжело из-за чувств, которых она не может признаться даже самой себе. Он как будто пытается убежать от собственных эмоций. Несмотря на все его усилия, чувства, которые он скрывал, теперь выходят на поверхность. Зихра теперь, кажется, играет в догонялки со своим сердцем. Помимо того, что происходит в Особняке, опасность Хельми Елмаза также становится все больше и больше. Хельми, желающий забрать сына Амера, решает пойти на гораздо более серьезные шаги.